Здравствуйте! Сегодняшний ролик, как я и обещал, будет посвящен модернизации маркера, в будущем полной организации игры в пинкбол зимой при сверхнизких температурах. То есть, где-то порядком от минус 15 и выше, ну, как правило, до 30 градусов. Можно, в принципе, комфортно играть при определенной четкой подготовке к игре. Подготовка к игре начинается заранее. То есть, зимой нужно предварительно быть готовым к игре. То есть, подготовить шарики, подготовить маски, подготовить маркеры. Все должно быть просушено, прогрето, заизолировано и тому подобное. То есть, такие вот маленькие нюансы для тех клубов, которые играют зимой на улице и хотят играть. В принципе, все это сделать несложно и не составляет большого труда. Причина, почему маркеры у нас отказывают зимой при низких температурах. Изначально сами вот эти машинки придумывались в регионах, где температура, как правило, не падает и ниже плюс 5 градусов. К сожалению, на территории России у нас температура колебается, так как мы живем практически, большая часть нашей России живет в районах севера, крайнего севера, ну и, скажем, в близких к ним местах. То есть, сами понимаете, что у нас, как правило, 6 месяцев зима, а остальное там непонятно что, 8 миллиметров, ну и кого так. Ладно, это веримическое отступление. Поговорим конкретно о маркере. Что нужно сделать для него? Любая пневматика, любая пневматика не работает при низких температурах. Причина ее отказа банально простая. То есть, несоблюдение технических условий. Первое. Неподготовленный маркер, соответственно, не подобрана специальная смазка. То есть, для маркеров в этом случае, для наших регионов лучше подобрать любые нейтральные смазки, которые продаются в охотничьих магазинах. В диспреях, там, смазок и тому подобное. Делается изначально, ну, естественно, обрабатываются все поверхности, все резинки, во внутренности маркера. И самое немаловажное, после чистки маркера пару, 2-3 капли необходимо будет залить в газовую систему. Заливаете. Сделать это желательно предварительно, за сутки в теплом помещении. Залили, закрутили баллон, предварительно заправленный, несколько раз простреляли. Постреляли у вас за счет подачи воздуха. Произойдет смазывание всей болтовой группы, то есть, внутренних частей всех клинных механизмов. Клупанок, резинок и тому подобное. Сразу скажу, что более трех капель заливать не стоит. Можете порвать и разорвать резинки. То есть, значит, может произойти и гидроудар, и, соответственно, произойдет разрешение внутренних частей маркера. Затем, что касаемо баллона. Баллон нужно содержать в теплом состоянии. Его предварительно нагреет дома, до игры, так скажем, на батарее, на любом обогревателе. Нагрели, запаковали примерно вот такой изолирующий материал. И, в принципе, у вас баллон будет готов. Будет достаточно долго держать температуру. Притом еще при закачке воздуха он будет нагреваться дополнительно. Многие замечали тот эффект при закачке баллона, что воздухом с транспортного баллона баллон нагревается. А этот изолирующий материал вам поможет задержать это тепло на долгий период времени. Что касаемо стволов. Стволы тоже нам будут необходимы немножко заизолировать. Потому что поверхность круглая, достаточно большая. Площадь ее и температура отдачи ее тоже, соответственно, очень высокая. Чтобы это не произошло, тоже желательно его заизолировать. Многие скажут, что при этом потеряется антуражность. Но я скажу, что когда вы хотите поиграть по температуре минус 20 и выше, то здесь уже об какой-то антуражности речь не идет. Чехол, что денег. Что скажем о фидерах? Тоже немаловажная вещь. Про шарики мы уже говорили. Но после того, как вы засыпите шарик в обыкновенный фидер, эффекта вам большого на такой высокой, низкой температуре вернее, не даст. Они через буквально 15-20 минут, они у вас там замерзнут. Чтобы этого не произошло, можно использовать, тоже такой вот так же его заизолировать, таким образом, в принципе. И сделать следующее. Вот. Допустим, у нас в Термоспортмастере купили такие грелочки. Одноразовые, работают до 8 часов. В домашних условиях на улице для той работы составят 4-3 часа. Но этого будет вам достаточно. И в грелке, с одной стороны, есть липкая лента. То есть вы его тогда вскрыли, вставили внутрь маркера у этого фидера, засыпали шарики. Шарики у вас будут в достаточно комфортно, в теплое состояние. И, соответственно, не будет лишних разрушений, то есть расколов и тому подобное. То есть шарики, в принципе, будут сохранять свою работоспособность. Что касаемо этого фидера, дополнительно можно использовать и еще другие моменты. Чтобы, допустим, поддерживать дальнейшее тепло баллона, также можно использовать такие вот грелочки, незаразовые. Она взрывается один раз, то есть нажатием кнопки, заталкивается в промежуток этот мешочек, таким образом. То есть нагревая редуктор дополнительно. Заизолировать его, если желательно бы, и еще теплоизолирующим материалами. Чтобы лишнее тепло не уходило наружу, с внешней стороны, а только направлено было тепло внутрь. Соответственно, все это закрыть. Власть даст дополнительное тепло, не будет перемерзать редуктор. Ну и, соответственно, меньше будет расход газа. Так, ну, что еще хотел бы сказать. Про маски. Про маски мы говорили в предыдущем ролике, но я забыл сказать. Чтобы достаточно уверенно все-таки чувствовать даже со стеклами, подготовленными термальными стеклами, можно использовать антифлоки. То есть их большое количество. Многие, в принципе, отдохлуждают и используют. Скорее, будем на улице. Вот, в принципе, и все. Что хотелось бы сказать про такие грелочки. Еще очень интересный момент. Эта грелочка многоразовая. Правда, ее работа на морозе составляет порядком полчаса от силы. То есть она полчаса интенсивно 50 градусов дает. Ну, прелесть ее в том, что, если, допустим, у нас там какой-то разводен костюмчик на улице, да, есть котелок, завернули в ткань. То есть после того, как она отработала, завернули в ткань, бросили в воду, 15-20 минут прокипятили. То есть до исчезновения опять кристаллов все, грелка у вас способна. Оттерли. Она еще, пока нагретая, будет еще работать просто пассивно. Потом, когда она стынет, опять ее взорвали. То есть у вас процесс этот будет многократный. То есть вот ее прелесть победимногоразовости. И еще немаловажно. В любом случае, когда вы играете зимой, бывает такая проблема, как у нас, допустим, детки играли, справляя день рождения. Дети падали с этими маркерами в снег. То есть, как бы, забывали стволы, попадал снег внутрь маркера. То есть, сами понимаете, упадание тут воды в пневматику превращает, по сути дела, в хлам. Для этого я рекомендую соорудить маленькое такое сооружение, там, типа палатки, тенда, куда поставить сплавную пушку, достаточно мощную, там, на керосине, на газе. Ну, их там, электрическую, хотя электрическая не стоит эффективно. И после каждой игры маркеры помещать в эту, так скажем, палатку, в это помещение. И где у вас будет, тут момент, пока ваши клиенты пьют чай в палатке, или где-то в каком-то конкретном помещении, эти маркеры там посыхают. Ну, вот у нас, допустим, как мы, у нас выездная игра, у нас нету конкретно стационарной площадки, у нас вот такие есть проблемы. То есть, обязательно их просушивать между играми. То есть, любая пневматика любит тепло, это надо запомнить раз на всегда. Как бы вы ни хотели, что бы вы ни делали, маркеры нужно держать теплыми, как говорится, что в нейтральной температуре их нормально работает по 0 градусу. То есть, при этой температуре они будут работать у вас на 150%. Вот, в общем-то, и все. Всем удачных игр. Пока-пока. Не забываем сказать лайк.